Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие христиане, как вы знаете, ждать и догонять – это такие самые тяжелые занятия. Особенно ждать и не дождаться. Долго ждать, ждать, ждать и не дождаться. И эта тяжелая доля была на душах многих праведников Завета Ветхого. И Симеон, старец блаженный, это был человек, который порвал кольцо, закольцевавшуюся проблему. Ждем-ждем, нету, ждем-ждем, нету, 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 ждем, нету, нету. И вот он был тот, которому сказано было, а вот ты не умрешь, пока не увидишь собственными глазами. Как Ио говорил, что мои глаза, не глаза другого. Увидят, значит, искупителя моего. Это очень важно в том смысле, что Иисус Христос познается по Духу Святыни. Иисус Христос познается как Господь и Мессия только в Духе Святом. Потому что многие искали узнать Его по внешним признакам. Где родился, кто родители, где живет, сколько лет, где учился, ну и так далее и тому подобное. И все запутались. Потому что по внешним признакам Христос не познается. А познается только по Духу Божьему и кто имеет Духа Святого и с кем благоволит Дух Святый пребывать, хотя бы временно, не скажу всегда. О Симеоне сказано, что Дух Святой был в нем. То есть он был богоносец, старец. Но хотя бы Дух Святой должен хотя бы иногда сжалиться над нашей убогостью и прийти к нам, и обвеять нас, и родить в нас какие-то добрые помыслы. Для того, чтобы мы знали Бога. Что Бога без Бога знать невозможно. Если ты будешь сильно умный физик, сильно умный химик, сильно умный инженер, сильно умный историк, а если Бог тебе не нас благодать, то ты будешь дурак-дураком. Ты будешь знать свою химию, свою историю, свое инженерное дело, свою физику, свою там, не знаю, биологию. А в отношении настоящих важных вещей, души твоей, судьбы твоей, страшного суда и вечности, будешь дурак-дураком. Без Бога Бога не познают. Надо, чтобы Бог дал благодати человеку, и тогда с Богом Бога познает человек. И вот, смотрите, эти евреи бедные, благословенные, бедные, эти сложные, странные, святые, ни на кого не похожие евреи, они же жили в этом кошмаре, они должны были узнать Мессию. И из них большая часть людей, она искала, как его узнать, вот именно так по, а где родился, откуда пришел, а кто он там, а ну уж он там в субботу исцеляет, ну нет, это не от Бога. То есть они по внешности смотрели, а Симеон узнал Иисуса в Духе Святом. При этом заметим с вами сегодня, в похвалу Симеону и в похвалу Иисусу Христу, нашему Господу, который творит вообще великое и чудное. Симеон мог бы познать, например, Иисуса Христа на Иордане, когда Христос креститься пришел. Там Иоанн его узнал, там мог бы и Симеон узнать. Но что бы там стоило ему прожить еще 30 лет? Для Бога нетрудно, он и так прожил там какое-то огромное количество лет, до старости дожил. Еще бы пожил бы немножко. Пришел бы на Иордан, да, он бы Христа узнал. Или бы, например, узнал бы Христа, когда Христос проповедовал, ходил, мертвых поднимал, по воде ходил, хлебы умножал, прокаженных очищал, бесноватых исцелял. Значит, вот бы он, Симеон бы там посмотрел бы, ну да, конечно, это Мессия. А кто еще? А кто еще? Но ему дал Господь гораздо больше. Господь дал Симеону узнать себя в младенчестве, без чудес, без знамений. Земля не трясется, небеса, как свиток, не свиваются, горы не дрожат, бесы не вопят, мертвые не воскресают. Ребенок на ракахман. Ничего больше. Как помните, сказано было этим волхвам, значит, сказали ангелы, пастухам, что, значит, вот вам знамение, найдете младенца в храме, лежащего в яслях, и мать его. Что за знамение такое? Знамение, это когда трясется все под ногами и над головой, когда молния рвет небо от края до края, когда всем страшно, когда все там плавится, как воск, горы тают. Это знамение, я так понимаю. Тут такое знамение, сидит себе мама, перед ней люлька, в люльке малыш. Что тут за знамение? Знамение, что такое особенное? Так вот, братья и сестры, особо избранные души, это не те, кто уверовали во время кораблекрушения, и не те, которые уверовали во время взлетрясения, и не те, кто уверовал, когда война началась, и не те, кто уверовал, когда заболел. Это все обычные души. В этих душах нет ничего великого. Они всем страшно, им тоже страшно, они уверовали. Всем плохо, им тоже плохо, они уверовали. А вот великие души, это души, которые не требуют чудес. Не надо чудо, чтобы веровать, как Иоанн Богослов. Он вообще чудес не хотел, не искал, не рыскал по чудесам. Он просто имел сердце чистое, он знал Бога больше всех. Вот такой же и Симеон, блаженный старец, потому что он познал Христа, как Христа. Никогда, например, Господь мертвого поднял, никогда Господь по воде ходил, как по твердой суше. А когда Христос маленький лежал на руках своей матери, и Симеону Дух Святой сказал, что это Мессия. И он взял его на руки и благословил Бога, и там сказал эту молитву великую. И если хотите, друзья мои, то мы сегодня имеем первый случай бесстрашной смерти, веселой смерти. Нам же всем, так мы это все произносим, как бы так, ну, как бы вроде про себя, но как бы не про себя. Ну, типа нам умирать, нам рано или поздно умирать. Но это как бы вроде бы далеко еще. Но потом это все приблизится когда-нибудь. Так вот, мы в лице Симеона имеем человека, который пошел туда, в эту область смерти, ну, с радостью. Он уже, видели, очи мои, спасение Твое. Пошел уже твердой ногой, старик пошел умирать, он уже дождался, он дождался, когда он уже будет умирать, потому что сколько можно. Он уже дряхлый, ходить не может, уже глаза еле видят, уже немощь его одолевает, уже он живет, ползает по этой земле, как ненужный. А не может умереть, потому что надо увидеть Христа. Вот он увидал, подержал на руках, да за его Дух Святой завел в храм. Он безошибочно узнал, где, на каких руках младенец. Вы можете представить, храм же один, а евреев много. И каждый день кому-нибудь, там, 8 дней, 40 дней, там, нужно приносить людей в храм. Матери приходят на очищение, жертвы приносятся, люди приходят молиться. Там постоянно было битком народу в этом храме, постоянно. Там не было такого, что вечерняя закончилась, там, или там, литургия закончилась, вечерняя еще не началась, никого нет. Только на свечнице сидит, там, Дуся Федоровна, как бы, там, и свечки продает. А никому продавать бы никого нет. Такого не было в Иерусалимском храме. Там с утра до вечера полно людей. И даже с вечера до утра полно людей, потому что некоторые ночью там молились. И священники были ночью в храме, и левиты были в храме ночью. Там куча людей постоянно. Этот старик Симеон зашел в храм, там, этих, этих, новородивших женщин молодых, этих с первенцами на руках, там было там ни одна, ни две, ни три. И он тут же идет к ним, к Иосифу, к Марии, берет его на руки и молится, и говорит, «Все, вот сегодня я, наконец, умру, сегодня ты меня, Господи, отпускаешь, потому что мои глаза увидели спасение твое, которое ты сделал пред лицом всех людей». Понимаете? То есть мы сегодня имеем человека перед собой, который знал Бога не от чудес, не от исцелений, не от умножений хлеба. Знал Бога только от Духа Святого по внушению самого Бога. То есть Бога с Богом познал. С помощью Божьей Бога познал. И это, конечно, очень великая вещь, потому что Бога нужно знать без всего, без чудес и без болезней. Вот просто потому, что Бог есть, так надо. А так не хочешь, будешь болеть, тогда в болезни Бога познаешь. Не хочешь так, будешь скорбеть, в скорбях Бога познаешь. Не хочешь так, будешь там еще что-нибудь терпеть, в терпении Бога познаешь. Так что мы имеем вообще блаженного старца перед глазами, который узнал Господа не на Иордане, не среди чудес, а в младенчестве, когда чудес еще не было, еще далеко было до чудес. И мы имеем человека, который блаженно умер с радостью, наконец-то дождался. Наконец-то. Мы смотрим, так знаете, на эту картину жизни, когда вот есть совсем притрудные старики, например, еле дышущие старики, для которых жизнь уже, собственно, и не жизнь, какое-то продление временного существования. Они и дышат еле-еле с аппаратом, и ходят еле-еле с каталкой, и едят еле-еле там через какой-то зонт, и смотрят еле-еле через какие-то лупы, и не слышат ничего, не понимают ничего, на глазах разваливаются. Но мы боимся смерти всей, и они умирать не хотят, и дети не хотят, чтобы они умерли, и все над ними дрожат, чтобы они еще пожили, пожили, пожили. А это уже не жизнь, это уже какое-то страдание сплошное. Вот мы стали такие маловеры, что для нас, как бы, значит, этот шаг вперед такой, да все уже, да хватит, да сколько можно. Это же не жизнь это уже, да пойдем, все уже, ныне отпущаешься, рабатуй, владыку. У нас нет этого. Вообще люди стали настолько глупо ничтожные, что они уже даже, когда человек под себя ходит уже, ни себя, никого не помнит уже, смотрит оловянными глазами на этот мир, ничего не понимает, только лежит, как бревно, и над ним только бегают, как бы бегают, говорит, ну пусть поживет еще, а разве это жизнь? И нету веры ни в нем, ни в нас, как бы, чтобы сказать, Господи, да забери ты эту душу, чтобы он уже не мучился. Ну разве это жизнь? Но нету этой веры в людях. А Симеон сегодня, как бы, говорит нам, вот, все, на своих ногах старик, при своем уме старик, руки работают, ноги ходят еще, глаза смотрят. Он говорит, все, хватит, все, Господи, хватит. Сегодня ты отпускаешь раба твоего с миром, слышите? Это что-то такое совершенно удивительное, потому что мы по маловерию цепляемся за эту вонючую жизнь, как будто она была бы одна. А она не одна. Кроме этой жизни еще есть другая жизнь. Но когда человек не верит в другую жизнь, он цепляется за эту вонючую жизнь, и как это бревно неходячее, как бы, лежит и боится умирать. А ему здесь уже нечего делать. А он все равно боится. Еще хочу пожить. А может быть, мы священника позовем тебе? А это я что, буду умирать? Спрашивает. А ему уже 90, он уже не ходит. А что ты еще хочешь? Плясать? Ты хочешь жениться, может быть, еще хочешь? Что ты еще хочешь? Не, не зовите священника. Потому что раз священника зовут, то я уже буду умирать. Подожди, а что ты собираешься делать еще? Собираешься дом строить, деревья сажать? Что ты еще будешь? Внуков еще рожать. Что ты будешь делать вообще? Но веры нету в людях. И все превращается в какое-то наказание. Поэтому мы сегодня видим старика, который добровольно, радостно умирает. Говорит, все, наконец-таки я дождался. Уже хватит уже, короче. С миром, спасибо, Господи, с миром меня забираешь. Все, пошел с храмом. Ну он пошел, умирать пошел из храма. Подержал Иисуса на руках, отдал его маме, благословил ее, сказал ей, что ей будет плохо, что ей душу, оружие пройдет, что она будет страдать. Сейчас-то ей не больно, ей сейчас радостно, она же рожала без боли. А потом ее пронзит ее насквозь еще страдание. Предсказал ей скорби под крестом. И пошел дальше. Что ему еще делать? Куда он пошел, этот Симеон? Умирать пошел. Весело попер с храма умирать. Потому что все уже закончилось, хватит. А что еще делать-то? Что еще делать? Покупать, продавать, акции какие-то покупать, прибыль искать. Ну что делать еще? Уже все сделано. Уже Христа подержал на руках. Моисей не держал, Илья не держал, Симеон подержал. Закончилась жизнь. Слава тебе, Господи. Пошли дальше, в другую жизнь. И вот этой веры вообще нет в нас. Вообще нет. Я ее вообще нигде не вижу. Ну в жизни, может, было у меня там 5-10 случаев, когда причащал перед смертью стариков, или исповедовал, или соборовал. А может быть даже не стариков, бывало еще и молодых людей, которым уже пришлось время умирать. И видел, конечно, из сотен этих людей, которые были вообще, перед глазами были, были такие, которые, да, говорили, все, да, я готов. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. То есть забирай меня, Господи, я готов. Были такие, были, клянусь, были. Пару старичков, пару молодых, таких были. Но в принципе вообще, вообще таких людей очень мало. Люди не верят в будущую жизнь и цепляются за эту ничтожную жизнь, как паук за стенку. И все, дрожат, за нее дрожат, как бы, а уже смысла нет, уже желудок не варит, язык не говорит, глаза не видят, уже мозги не работают, уже ноги не ходят, ничего не работает. А боятся, потому что другой жизни нет для них, а эту жизнь терять страшно. Вот такой кошмар у нас везде происходит, в любой больнице, в любой семье. А перед нами сегодня Симеон. Мы сегодня видим другого старика. Этот старик святой пусть засияет над головой нашей, потому что он очень великий человек. Он Иисуса узнал без чудес. И умирать пошел с радостью. Вот две вещи, которые нужно забрать у него. Симеон, дай мне что-нибудь хорошее. Что у тебя есть? Две вещи есть у меня, скажет тебе Симеон. Я узнал Иисуса без чудес, от Духа Святого. И ты узнай Иисуса без чудес, от Духа Святого. И я пошел умирать с радостью. И тебе, когда колокольчик зазвенит, перекрестись и иди умирать с радостью. Ну, это великие слова, это не так легко сделать, это будет страшно. Это не просто все. Но, а вдруг кто-нибудь здесь стоящий сподобится? Когда Бог позовет его, перекрестит, говорит, ну ладно, все. Ну не отпущайся, срабатывай, Владыку. И пошел туда. Пошел отсюда. Хватит здесь. Я уже здесь был, а там еще не был. Иду туда. И пошел. Понимаете? Это же красиво, это же смело, это же прекрасно, это же благодатно. Но пока что мы еще хорьки, хорьки ползающие, вонючие хорьки, мы еще пока не можем. Но мы уже слышим об этом. А раз мы об этом слышим, значит, потом мы это почувствуем. А когда почувствуем, потом это полюбим. А когда полюбим, это сделаем. Так что рано или поздно мы это сделаем. С Божьей помощью, в Духе Святом. А Симеон Святой пусть сияет над вами. Пусть сияет своей верой, своим бесстрашием перед смертью. Это самые важные вещи. Имейте веру Христову, без чудес. Просто веру Христову. Твердую, как алмаз, без чудес. Чудес мне не нужно, я просто и так верю. Вы меня не собьете, да? Я верю в Христа твердо. Вы меня не обманете. Я в Христа верю. Без чудес. И умирать не боюсь. А что может быть выше вообще на земле? Вообще ничего. Так что мы с вами сегодня стоим у подножия Великой горы. Смотрим снизу вверх на великого Симеона. На его веру, на его смерть. И это нужно тоже нам. И его вера, и его смерть. Господи, прости. Господи, благослови. Аминь. С праздником.